Царь Небесный 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 чего не потерпели одних апостолы, будучи преданны на судилище и введены к царям Ироду, Агриппе и Нерону. При этом предсказывает им и то, что всего хуже именно, что они будут преследуемы и от своих домашних. Говорит же это для того, чтобы они, слыша о сем предварительно, приготовлялись к напастям и впоследствии могли легко переносить их. Далее следует утешение. Ради меня, говорит, будете ненавидимы. Это самое великое облегчение в несчастье. Великое также утешение заключается и в том, что претерпевший до конца спасен будет. Вопросы? Толкование, натолкование можно? Как приготовиться к этим нападкам? Какое средство применять? Приготовить к чему? Нападкам, блин, как готовиться? Ну, а тут утолкование и говорит, что ради меня это и есть утешение. Вы делаете это ради Христа, эти нападки терпите. Христа плевали. А мы христиане. И Христос предупреждал. Гнали вас. Гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Как приготовиться? Так и приготовиться. Вера, что это за Христа. Христос предупреждал об этом. Другое дело, что если нет этих нападок, надо другой вопрос задавать. А христианин ли я? Никто меня не гонит. А Христос предупреждал. Гнали меня, будут гнать и вас. Чем ты отличаешься от мира? Если он тебе не враждебен. Христос говорил, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, тот в том нет любви очень. Вот и все. Когда меня гнали последний раз за правду, за Христа? Задайте каждый себе вопрос. А что это обязательно? Не знаю, обязательно, не обязательно, но об этом сказано в Писании. Так это сказано ученикам апостолов. Так и мы ученики. И мы сидим, учимся в луке Христа сейчас. Игнатий Игоревич, может, вы что-то добавите? Как приготовить себя к нападкам домашних? И надо ли готовиться вообще? Это надо всегда помнить. Потому что земля, это называется, ее долю печали. Если человек не подготовлен, он сразу погорит где-то. Научиться надо молчать, не отвечать. Научиться дома молиться. Вот мы читаем книгу пророка Неемии. Можно открыть? Открой, а то она редко открывается. Книга пророка Неемии. Возьмем это за пример себе. Вот как научиться. Вот и ответ. Неемия. Какая глава? Да глава вторая. Так, считай по порядку. В месяц Ленисане, в 20-й год, царя Артаксерска, было пред ним вино. Я взял вино и подал царю, и казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет, а верно, печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, Да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, Когда город, дом гробов отцов моих в запустении, И ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному и сказал царю, Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, То пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, Чтоб я обстроил его. Ну все пока, все. Вот определенное время, Вместе с Ниссан, это наш март примерно, Как он стоял, вино подает царю самый доверенный человек. Ну как у Сталина, что-то глаза у тебя бегают, Все, уже считай, домой не вернется. И вот здесь говорит, И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному. Но когда молиться, когда вокруг стража стоит, Значит, молитва была дома, Подготовка прошла дома, заранее. Он только мог сказать, Иегова, помоги, и на этом все. Подумать про себя. Никто этого не видел. Поэтому к тому, что мы ожидаем, Где худшее, надо готовиться. И при том готовиться очень серьезно. Научиться молиться в любой обстановке, А не так, полную тишину создайте мне. А как в общежитии готовиться к экзаменам? Там живет несколько человек, И каждый бубнит про себя, И еще хуже делается. Поэтому гонением ко всему Нужно приготовиться так, Чтобы все у тебя было готово. Но я говорю об этом, Как имеющий очень большой опыт. Я готовился к этому и день и ночь. Насчитывал святых отцов. А у меня микрофоны висят. Сделана была особая такая колодка, Надевалась вот так. И два микрофона. Я глазами смотрю на улицу. Я вижу, стоят машины. Кто бы ко мне не зашел, Выходя от меня, он будет обыскан. Под разными причинами. Я ходил в церковь, С собой была сумочка, белье и сухари. И так я ждал после первого ареста Пять лет. Пять лет бодрствовал. Пять лет бодрствовал. И днем, и ночью. Готовый в любой момент. Валенки с галошами, Которые не надевал. Которые пальто не надевал, Чтобы оно было сухое всегда. И когда взяли, А я готов, Меня взяли повезли, А я как будто давно дождался. А не был бы готов. Кто не успел, Кто не успел сделать наказы. Все сделано было. И стал думать только о том, Как там прославить Христа. Это Бог делает, Это не человек. Если ты Богу доверяешься. И тогда можешь похвалиться своим Господом, Что он услышал молитвы твоей, И тех, кто о тебе молился. Когда мне приговор засчитали, Осужденный, Я сейчас всем послал приговор, То к нам, А люди с разных городов приехали, Они пришли к нам, И говорят, Какое у вас впечатление? Говорят, не знаю, Говорят, на сердце радостно так. Радостно, что меня посадили. Они поняли, Что я эту миссию буду выполнять там, Куда никого не пропускают. Никакой скорби, печали, Ничего не было. Одна радость, Что Бог счел достойным Понести иго, Возвысил человека. А было тяжело, Ты один среди курящих, Среди матерящихся, И там гомосексуалисты, Всякая пакость. И всех Бог расположил. Отошел. И все. 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 Мерзостью запустения, Назван он потому, Все. И все. И все. И все. И все. И все. И все. Зачем не возвращается В дом свой. Рад должен быть и тому, Если спасется, Хотя ногой. Но горе будет тогда Женам, Имеющим детей, И беременным. Потому что Первые, Имея детей, И будучи удерживаемой Любовью к ним, Не могут убежать. Да и во чреве, Имеющим, Неудобно будет бежать По причине Бремени чревоношения. Но я думаю, Что здесь указуется И на Детоедение, Ибо осаждаемые Уудеи Во время голода Поднимали руки Даже на детей своих. Вопросы? Идем дальше. Евангелие от Марка, 18 глава, Ой, 13 глава С 18 по 20 стихи. Молитесь, Чтобы не случилось Бегство ваше зимою, Ибо в те дни Будет такая скорбь, Какой не было От начала творения, Которое сотворил Бог, Даже до ныне И не будет. И если бы Господь Не сократил тех дней, То не спаслась бы Никакая плоть. Но ради избранных, Которых Он избрал, Сократятся в те дни. Толкование. Если бы бегство Случилось зимою, То трудность времени Препятствовала бы Желающим бежать. Если бы он Скоро не окончил Войны римлян, То не спаслась бы Никакая плоть, Не осталось бы Ни одного иудея. Но избранных ради, То есть Уверовавших из евреев И имеющих Уверовать впоследствии, Война кончилась скоро. Ибо Бог предвидел, Что по пленении Многие из евреев Уверуют, Ради сего Не попустил До конца Погибнуть Иудейскому народу. Но можно Разуметь это И в нравственном Отношении. Так, Мерзость Запустения Есть всякое Помышление Сатанинское Стоящее На месте Святом В разуме Нашем. В чем-то Случае Сущие В иудеи Добегут В горы. То есть Исповедуясь Пусть Восходит На горы Добродетелей. Иудея Значит Исповедание Проповедь. А кто Стоит Уже На высоте Пусть Не сходит С нее. Ибо Когда Какой-либо Страстный Помысл Встанет В нас. Тогда Нам Движит Посредством Исповеди Спешить На высоту Добродетелей И не сходить С всей высоты. И делающий Доброе Пусть Не возвращается Взять Прежнюю Совесть Ветхую Одежду Которой Он Совлекся. Горе Жи Бегущему Зимою. Ибо Не должно Нам бежать От греха С теплотою. То есть С покаянием. Простите. Ибо Должно Нам бежать От греха С теплотою. То есть С покаянием. А не с холодностью Неподвижно. Что и означает Бегство Зимою. Вопросы? Я Я Я Я Я Рахиль Говори. Все. Нет вопросов? Идем дальше. Евангелие от Марка 13 глава 21 по 26 стихи. Тогда Если кто Вам скажет Вот здесь Христос Или Вот там Не верьте. Ибо Восстанут Лжехристы И Лжепророки И дадут Знамения И чудеса Чтобы Прельстить Если возможно И избранных. Вы же Берегитесь Вот Я Наперед Сказал Вам все. Но В те дни После скорби Той Солнце Померкнет И луна Не даст Света Своего. И Звезды Спадут С неба И силы Небесные Поколеблются. Тогда Увидят Сына Человеческого Грядущего На облаках Силою Многою И славою. Толкование. Господь Кончил Речь О Иерусалиме. Далее Начинает Говорить О пришествии Антихриста. Слово Тогда Надо Разуметь Не так Что Когда Начнет Сбываться Выше Сказанное Иерусалиме. Тогда Не верьте Если кто Скажет Вам Вот Здесь Христос. Но Знай Что Это Есть Особенное Свойство Писания. Христос Говорит Тогда Не Прельститесь То Не в То Время Когда Опустошен Будет Иерусалим Но Во Время Пришествия Антихриста. Не Прельститесь Говорит Ибо Многие Станут Называться Именем Христа Дабы Соблазнить И Избрады. По Пришествии Антихриста Вся Тварь Изменится Звезды Померкнут От Преизбытка Света Христова И Ангельские Силы Поколеблются То Есть Ужаснуться Смотря На Такой Переворот В мире И Видя Соробов Своих Судимыми И Тогда Узрят Господа Как Сына Человеческого То Есть Воплоти Ибо Видимое В нем Есть Тело Его Но Хотя Он Придет И В теле И Как Сын Человеческий Однако Силою И Славою Великою Вопросы Ну На Сегодняшний День Уже Это Пророчество Сбывает Называют Себя Христами Весарь Он Слышали Может быть О таком Я Не Знаю Может Кто Еще Какие Примеры Знает Можете Поделиться Христо Придет Паспорта Печать Антихриста Паспорта Печать Антихриста Если Антихриста Еще Не Был Во-первых Сказано Что Невозможно Будет Ни Продать Ни Купить Сейчас Есть Такая Возможна У Всех Абсолютно А Когда Будут Такие Времена Настанут У Кому Не Будет Такой Печать Не Будет Возможности Торговать Видимо Наличных Денег Не Будет И Будет Все В Лекционном В виде Идем Дальше Евангелие От Марка 13 Глава С 27 По 31 Стихи И Тогда Он Пошлет Ангелов Своих И Соберет Избранных Своих От Четырех Ветров От Края Земли До Края Неба От Смоковницы Возьмите Подобие Когда Ветви Ее Становятся Уже Мягки И Пускают Листья То Знаете Что Близко Лето Так И Когда Вы Увидите То С Бывающимся Знаете Что Близко Придверя И Истинно Говорю Вам Не Придет Род Сей Как Все Это Будет Небо И Земля Придут Но Слова Мои Не Придут Толкование Ангелы Придут Тогда Для Того Чтобы Собрать Избранных Которые Вых Восхищены На Облаках Должны Будут Таким Образом Светить Господа Как Смоковница Покрывшаяся Листьями Показывает Что Близко Жатва Так И После Скорбного Времени Антихристова Непосредственно Последует Второе Пришествие Христова Которое Для Праведной Будет Точно Как Жатва После Зимы А Для Грешных Зима После Жатвы Род Сей То есть Род Верных Или Христиан Не Придет Как Все Это Будет Все Сказанное И Пришествие Антихриста Господь Говорит Здесь Не о Роде Апостольском Ибо Апостолы Не Продолжают Жить До Кончины Мира Многие Из них Не Нажили И до Разрушения Иерусалима Значит Род Амсим Именует Здесь Род Христианский Утешая Таким Образом Апостолов Дабы Они Не Подумали Что При Столь Тяжких Бедствиях Вера Может быть Совершенно Оскудеет Господь Господь Говорит Дерзайте Не Приедет Род Верных И Не Оскудеет Скорее Приедут Небо И Земля Эти Непоколебимые По Видимому Стихии Неголи Слова Мои В чем Либо Не Исполнится Ибо Все Что Я Сказал Будет Вопросы Евангелие От Марка 13 Глава С 32 По 37 Стихи Одни Житом И Часи Никто Не Знает Ни Ангелы Небесные Ни Сын Но Только Отец Смотрите Бодрствуйте И Молитесь Ибо Не Знаете Когда Наступит Это Время Подобно Как Бы Кто Отходя В Путь И Оставляя Долг Свой Дал Слугам Своим Власти Каждому Своё Дело И Приказал Привратнику Бодрствовать Итак Бодрствуйте Ибо Не Знаете Когда Придёт Хозяин Дома Вечером Или В полночь Или В пение Петухов Или Поутру Чтобы Придя Внезапно Не Нашёл Вас Спящими А Что Вам Говорю Говорю Всем Водрствуйте Толкование Желая Удержать Учеников От Любопытства О последнем Дне И Часе Господь Говорит Что Ни Ангелы Ни Сын Не Знаю Это Сем Если Был Сказал Я Знаю Но Не Скажу Они Воскорбели Что Он Не Хотел Им Сказать А Что Господь Знает О Последнем Дне И Часе Это Очевидно Ибо Сам Он Веки Сотворил Как Притом И для Пользы Нашей Бог Скрыл Кончину Жизни Как Общей Так И каждого Из нас В частности Дабы Мы При Неизвестности Сей Кончины Не Престанно Подвязались Ожидая Ее И Страшаясь Как бы Она Не Застала Нас Неготовых И Так Мы Должны Бодрствовать И Молиться Исполнять И то И другое Ибо Многие Хотя Бодрствуют Но Проводят Делах Если Мы И При Неизвестности Кончины Враждуем Друг Против Друга То Чего Не Сделали Б Если Б Знали Время Кончины Тогда Все Время Жизни До Смерти Мы Проводили Б В Крайне Худых Делах А В Последний День Изъявляя Раскаяние Впали Бы Еще В Худшее Состояние Вопросы Евангелие От Марка 14 Глава 1 Попятой Стихи Через Два Дня Надлежало Быть Празднику Пасхи Опресноков И Искали Первосвященники И Книжники Как бы Взять Его Хитростью И Убить Но Говорили Только Не В Праздник Чтобы Не Произошло Возмущение В Народи И Когда Был Он В В В В Доме Симона Прокаженного И Возбежал Пришла Женщина С С С С С Толкование Совет Против Христа Составлен Был В Среду И Вот Причина Почему Мы Постимся По Средам Враги Хотели Было Переждать Праздничное Время Но Это Не Было Попущено И Господь Определяя Сам Для Себя Страдания Благо Изволил Придать Себя Распятию На Самую Пасху Ибо Сам Был Истинная Пасха Здесь Надо Надевиться Могуществу Его Ибо Когда Враги Хотели Взять Его Тогда Не Хотели По Причине Праздника Тогда Он Сам Волею Предал Себя Им А О мире Упоминают Все Четыре Евангелиста И Думают Некоторые Что У Всех Их Разумеется Одна И Та Жена Но Но Несправедливо Это Две Разные Жены Из Коих Одна Упоминается У Иоанна 12 3 Она Жен Она Жен Сестра Лазаря Другая У Трех Прочих Евангелистов А Ежели Вникни Что Найдешь Что Их Было Три Об Одной Упоминается У Иоанна У Другой У Луки 7 Глава 37 38 Стихи А У Прочих Двух Упоминаемая У Луки Была Блудница И помазала Господа Среди Его Проповеди А Упоминаемая У Матфея Сделала Тоже Около Времени Страдания И Притом Она Не была Явная Блудница Господь Приемлет Усердие Ее Как Издерживающие Так Много На Мира Иоангелие Таана 12 Глава 3 5 Стихи Можно Думать Что И прочие Апостолы Упрекали Жену Так Как Они Постоянно Слышали От Христа Учение Милостыни Но Иуда Негодовал На жену Не с Тою Мыслью Как Прочие А Апостоле Пролюбив Ради Гнусной Корости Вопросы Эвангелие От Марка 14 Глава 6 9 Но Иисус Сказал Оставьте Ее Что Ее Смущаете Она Доброе Дело Сделала Для Меня Ибо Нищих Всегда Имеете Собою И Когда Захатите Можете Им Благотворить А Меня Не Всегда Имеете Она Сделала Что Могла Предварила Помазать Тело Мое Погребению Истинно Говорю Вам Где Не Будет Проповедана Евангелие Сие В целом Мире Сказано Будет В память Ее И о Том Что Она Сделала Толкование Господь Упрекает Апостолов За то Что Они Не Благовременно Удерживали Усердие Жены Здесь Господь Изрекает Два Пророчества Первое Что Евангелие Будет Проповедана Во всем Мире Второе Что Проповедана Будет И о Поступке Жены Да Постыдятся Житие Кои Предпочитают Нищих Христу Ибо Я Слышал В золотых Дел Мастеров Которые Говорят Что Ежели Разбить Церковный Сосуд На части И Отдать Нищим Не Будет Греха Пусть Же Слышат Они Как Христос Ценит Служение Ему Выше Служение Нищим А на Золотом Дискосе И бывает Истинное Тело Христово А в Чаши Кровь Христово Посему Кто Уносит Из Церкви Драгоценные Дискосы Заставляет Полагать Тело Христово На Плохом Дискосе Ссылаясь На Нищих Тот Пусть Знает Чьим Участником Он Становится Вопросы Евангелие От Марка 14 Глава 10 По 11 И Пошел Иуда Искариот Один из Двенадцати К первосвященникам Чтобы Придать Его Им Они Услышав Обрадовались Обещали Дать Ему Серебряники И Он Искал Как В Удобное Время Придать Его Да Известит Их Когда Христ Толкование Да Известит Их Когда Христос Будет Один Напасть На него Во время Учения Они боялись Чтобы Навлечь на себя Беды Со стороны Народа Посему Иуда Обещался Придать Его Им Тогда Когда Он Уединиться От всех Вопрос Марка 14 Глава 12 По 15 В первый День Апрес Когда Заколали Пасхального Агнста Говорят Им Ученики Где Хочешь Есть Пасху Мы Пойдем И Приготовим И Посылает Двух Из Учеников Своих И Говорит Им Пойдите В город И Стыдется Вам Человек Несущий Кувшин Воды Последуйте За ним И куда Он Войдет Скажите Хозяину Дома Того Учитель Говорит Где Комната В Которой Мне Есть Пасху С Учениками Моими И Он Покажет Горницу Большую Усланную Готовую Там Приготовьте Нам Толкование Первым Днем Опресноков Евангелист Называет Четверток Который Непосредственно Предшествовал Празднику Опресноков Ибо Опресноки Иудеи Начинали Есть В Пятницу Ученики Подходят И спрашивают Где Им Есть Пасха Отсюда Видно Что Ни Христос Не Имел Собственного Жилища Ни Ученики Не Имели Своих Домов Ибо Если Бы Имели То Приняли Бы Его К себе Двоих Учеников Своих Петра И И Анна Как Говорит Лука Он Посылает Человеку Незнакомому Показывая Им Через Это Что Он Мог Бы И Не Страдать Если Б Захотел Ибо Тот Кто Расположил Незнакомого Человека Принять Его Чего Не Произвел Бы В Других Здесь То В таком Говорю Уме Христу Уготовляется Пасха Двумя Учениками Петром И И И И И То есть Деятельность Ею И Созет Санем И Петр Был Пылок И Деятелен А Иоанн Как Богослов Созерцателем Вопросы Евангелие От Марка 14 Глава 16 По 21 И Пошли Ученики Его И Пришли В Город И Нашли Как Сказал Им И Приготовили Пасху Когда Настал Вечер Он Приходит С Двенадцатью И Когда Они Возлежали И Ели Иисус Сказал Истинно Говорю Вам Один Из Вас Едущий Со Мною Предаст Меня Они Опечалились И Стали Говорить Ему Один За Другим Не Я Ли И Другой Не Я Ли Он Ж Сказал Им Ответ Один Из Двенадцати Обмакивающий Со Мною Блюдо Впрочем Сын Человеческий И Йот Как Писано О Нем Но Горе Тому Человеку Которым Сын Человеческий Предается Лучше Было Тому Человеку Не Родиться Толкование Как Как Возлежали Когда Закон Повелевал Есть Пасху Стоя Надо Мно Думать Что Господь Сначала Совершил Пасху Подзаконную А Потом Возлег Чтобы Преподать Свою Собственную Пасху Ибо Лучше Вовсе Не Родиться Нежели Родиться На Мучение Таким Образом По Отношению К Последней Судьбе Лучшим Оказывается Если бы Иуда Вовсе Не Существовало Ибо Бог Сотворил Его На Благие Дела А Он Сам Впал В Столь Ужасное Злодейство Вопросы Иван Ивангелие От Марка 14 Глава 22 По 25 И Когда Они Ели Иисус Взяв Хлеб Благословил Приломил Дал Им И Сказал Приимите Едите Сие Есть Тело Мое И Взяв Чашу Благодарив Подал Им И Пили Из Нее Все И Сказал Сия Есть Сие Есть Кровь Моя Нового Завета За Многих Изливаем Истинно Говорю Вам Я Уже Не Буду Пить От Плода Виноградного До Того Дня Когда Буду Пить Новое Вино Царствие Божие Толкование Некоторые Говорят Что Иуда Не Причастился Святых Таин Но Вышел Прежде Нежели Господь Преподал Сей Тайны Напротив Другие Утверждают Что Господь И Сего Неблагодарного Приобщил Своей Святыне Благословив То есть Благодарив Господь Приломил Хлеб Так Делаем И мы Произнося Молитвы Сие Говорит Что Вы Теперь Приемлете Есть Тело Мое Ибо Хлеб Есть Не Образ Тела Господня Но Самое Тело Христово В Которое Хлеб Прилагается Евангелие Это Анна Шестая Глава Пятьдесят Первый Стих Не Сказал Образ Моей Плоти Но Плоть Моя Есть Еще Если Не Будете Есть Плоти Сына Человеческого Пятьдесят Третий Стих Но Как Это Может Быть Скажет Кто Нибудь Ведь Плоти Тут Не Видно Это Ради Нашей Немощи Человек Так Как Хлеб И вино Суть Обыкновенные Для нас Вещи А видеть Предложенную Нам Плоти Кровь Было Бы Не Стерпимо Для нас И Мы Бы Отвратились От Них То Человека Любец Бог По Снисхождению К нам Сохраняет Вид Хлеба И Вина Но Они Прилагаются В силу Плоти И Крови Кровь Свою Назвал Кровью Нового Завета В отличие От Ветхого Завета Ибо И Ветхий Завет Имел Кровь Которую Окроплялись И Народ И Книги Закона Не Буду Он Говорит Дария Пить От Вина Сего До Воскресения Царством Называют Здесь Воскресение Так Как По Воскресении Измерз Он Восцарился Над Смертью После Воскресения Он Опять Ел И Пил С учениками Своими Уверяя Их Таким Образом Что Он Есть Тот Самый Который Пострадал Но Пил Уже Новое Вино То Пил Новым Некоторым И Необыкновенным Образом Ибо Имел Плоть Уже Не Страдательную И Нуждающуюся В Пище А Недленную И Бессмертную А Можно Было Понимать Это И Так Виноградная Лоза Есть Сам Господь Плод Лозный Суть Тайны И Введения Сокровенные Которые Рождает Он Уча Человека Введению Таким Образом Во Царстве Божьем Христос Будет Пить С учениками Своими Тайны И Премудрость Научая Нас Новым Истинным И открывая То Что Ныне Сокрыто Вопросы Евангелие Поражу Пастыря И Рассею Соопцы По Воскресенье Жемоем Я Предваряю Вас В Галилее Петр Сказал Ему Если И не Соблазняться Если И все Соблазняться Но Не я И Говорит Ему Иисус Истинно Говорю Тебе Что Ты Ныне В эту Ночь Прежде Нежели Дважды Пропоет Петух Трижды Отречешься От Меня Но Он Еще С Большим Усилием Говорил Хотя Бо Мне Надлежало И Умереть С Тобою Не Отрекусь От Тебя Тоже И Все Говорили Толкование Благодарили И Прежде Питья Благодарили И После Питья Дабы И Мы Знали Что Должно Благодарить И Петь И Перед Пищей И После Пищи Этим Господь И То Что Смерть Ради Нас Не Страшна Для Него Так Что Он Славит Бога И Тогда Когда Идет К Преданию На Смерть Сим Без Сомнений И Нас Научают Не Унывать Когда Впадем В Скорби Ради Спасения Многих Но Благодарить Бога Нашего Скорбью Соделывающего Спасение Многих Господь Сходит В Гору И Леон Чтобы Иудеи Нашедшие И Взяв Его В Удинение Не Произвели Смятение Народ Ибо Если бы Они Нашли Напали На него В городе Народ Может быть Возмутился За него А В Таком Случа Враги Воспользовавшись Этим Благовидным Предлогом Стали бы Думать Что Убили Его По Справедливости Как Мятежника Христос Предсказывает Ученикам Что И Они Соблазняться Вслед за Тем Как Петр Отрекся В первый Раз Пропел Петух Потом Когда Петр Отрекся Во второй И третий Раз Петух Опять Выражая Тщетную Горячность И все Прочие Ученики Подобно Петру Давали Обещание Не оставлять Господа Как бы Обращая Таким Образом Ложь Как бы Обращая Таким Образом В ложь Слово Самосущей Истины Посему И Господь Попускает И человека И человеческая Природа Обнаруживает Свою Немощь Ибо Нет Сомнения Что Господь Мог Хранить Их Особенно Петра Однако Попустил Дабы Они А также Ему Не были Самонадеяны Поражу Пастыря Это говорит Бог Отец Так как Он Попустил Сыну Быть Пораженным То Говорится Что Он Поразил Пораженного По Его Попущению А Овцами Назвал Он Апостолов Как людей Незлобивых Вопросы Мир вам Братья Это Роман Пророков А вот Интересно Почему Феофилак Благарский Упоминает О том Что Апостолов Не было Жилья В Иерусалиме Ведь И так понятно Мне кажется Что Они были Рыбаки Значит У них В Иерусалиме Нет жилья Игнать Тихонич Открытьте Пожалуйста Будьте Довы Ну что Отвечать Правильно Говорит Если мы Сейчас Начнем Говорить О том Где взять Ягненка Где У кого Если Они Деревенские Это были Сами Около Генесаревского Озера Ясно Дело Что Ничего Тут У них Не было Не то Что У них Вообще Ничего Не было Но Они Ушли Ходили Все Время Поэтому Для людей Сегодня Трудно Понять Даже Как Так Обладая Всем Он Ничем Не Обладал Ни Христос Ни Ушеники Вот Так Это Подготовил Чтобы Мы Смотрели На Это Самое Главное Что На Поесть Одеться И Было Где Переспать Вот Остальное Все Уже Дальше Там Находится А у Них И Этого Не Было А Теперь Когда Мы Идем То У нас Что Есть Вот Мы Ездили Благовестие Это Своя Машина Своя Палатка Еды Там Набрали Сколько Я Килограммы Вымерял Картошки Морковки Там Чеснок Помидоры Сливок Поехали Не считая Что 4 тонны Книг Остали Впереди Но Мы Об этом Побеспокоились Это Вину Нам Не Поставлено Будет Но Зато Когда Если Ничего Нет Потерялось Мы Теперь Вспомним Вот Первоначально Они Ничего Не Имели Это Можно Стучиться И С нами Надо Приготовиться К этому Бывает На Голодных Желудок И Спать Легше Бывает Правильно Сделал Роман Замечание Там Нечего Было Спрашивать Из Иерусалима Кто Из Иерусалима Кто И Был Я Даже Не Знаю Тут Надо В Домовую Книжку Посмотреть Кто Там Прописан Был Тут Ничего Нельзя Ответить А Вопрос Совершенно Правильный Поэтому Искали На Стороне Человека Богобоязненного Чтобы Он Открыл И Вы Ну Значит Правильно Пришли Я Говорю Вот Когда Если Будут Спрашивать Зачем Осла Берете Ответьте Надо Бен Господу Ну Осла То Нет Сейчас Машина Допустим Да Верующий Крепко Верующий И Ты Видишь Он Ну Не Закрыл Ты На Ключ То Ее А Осла То Было Легче Развязать Отвязать Узел Том Два И Спросят Чего В машине Ты Ладишь Господу Нужен И Кто Поверит Еще Тут В милицию Дело Передать В полицию А Тогда Это Было Как Пароль Какой И Для себя Беру Для Господа Все Даже Если Обманут Будет Но Нельзя Было Обмануть Никак За Этим Стояло Страшное Наказание Вот Человека Допустим Взяли Где-то Как Депутата А Они Неприкосновенные И За это Наказан Будет Кто Даже Не Посмотрит Что Прокурор Не Прокурор Депутатский Корпус Должен Решить Отдавать Его На Растерзание Или Нет Во Времена Царского Режима Там Ну Когда Иван Грозный Был Слово И Дело Если Его Взяли Арестовали Он Закричал Слово И Дело Вот Князь Серебряный Там Показано Все Никто Не Прокурор Павел Потребовал Суда Кесарева Можно Было Опустить Все Отпускать Уже Нельзя У него Есть Дело Касающееся Именно Императора Может Быть Там Покушение Какое Ну Как Во Времена Как Мордохе Разоблачил Двух Евнухов Но Эту Историю Конечно Нам Не Мешает Знать Итак Для Господа Нужен Это Как Ключ Отверзал Всему И Люди Понимали Он Берет Для Высшей Цели А я Для Этого И Живу Поэтому Ни Слово Лищем Не Говори Кормлен Не Кормлен Это Заправить Машину Кому Надо Все Отошел Благодарим Еще Вопросы В Англии От Марка 14 Глава 32 42 Стихи Пришли В селение Называемое Гефсимания И Он Сказал Ченикам Своим Посидите Здесь Пока Я Помолюсь И Взял Собой Петра Иакова И Анна И Начал Ужасаться И Тосковать И Сказал Душа Моя Скорбит Смертельно Побудьте Здесь И Пободствуйте И Отойдя Немного Пал На землю И Молился Чтобы Если Возможно Миновал Его Час Сей И Говорил А Во Отче Все Возможно Тебе Пронеси Чашу Сию Мимо Меня Но Ничего Я Хочу Отчего Ты Возвращается И Находит Их Спящими И Говорит Петру Возвращ Возвращ Только тех троих учеников, кои были очевидцами славы его на фаворе, дабы они, видев славно его состояние, видели и состояние скорбное, и таким образом дознали, что он есть истинный человек, и скорбит и тоскует, подобно нам. Ибо как он воспринял всего человека с его естественными свойствами, то скорбит и тужит без сомнения по естеству человеческому. Ибо мы, люди, по природе отвращаемся от смерти. Таким образом, когда он говорит, пронеси чашу сию мимо меня, он обнаруживает в себе человеческое свойство. А за сим, присовокупив, но ничего, я хочу, но чего ты, он научает нас, несмотря на требования природы, просить того, что угодно Богу. После молитвы, пришедшей к ученикам, он нашел тех троих учеников спящими, но упрекает одного Петра, как бы так говоря ему. Не ты ли обещался умереть со мною, а я одного часа не мог пободрствовать, и ты ли можешь презреть смерть, но бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение и не отреться от меня. Пусть дух ваш готов не отрекаться, как вы и обещались мне, но плоть немощна, потому если Бог по вашей молитве не даст силы плоти вашей, вас постигнет беда. И опять, отойдя от них, начал молиться и говорить те же, что и преды слова, дабы и вторичным молением удостоверить, чтобы он был существенно и истинно человек. Да и нас научить молиться чаще, а не так, чтобы, проговорив что-либо в молитве однажды, тотчас и оставлять ее. Надо бы нас усердием повторять молитву. Увидев же учеников опять спящими, уже не делает ему прека, потому что они отикчены были сном. Отсюда познай человеческое легкомыслие и немощь. Вот мы и сну противиться не можем, а обещаем часто невозможные для нас. В третий раз Христос молится по тем причинам, о которых мы говорили выше. И снова приходит к ученикам, но не обличает их, хотя и следовало обличить, так как они и после упреков не укрепились, но предались, но предались. Говорит, не с кем, чтобы бежать, но чтобы встретить врагов. Выражение «душа моя скорбит смертельно» некоторые разумеют так. Я скорблю не о том, что должен умереть, но о том, что меня распинают израилетяне, ближние мои, и зато будут отвержены от царства Божия. Вопросы. Евангелие от Марка, 14 глава, 43 по 49 стихи. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказал, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Рави, рави», и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут излег в меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. «Тогда Иисус сказал, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день я бывал с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но разбудутся писания, толкования. Марк умолчал о имени его, чтобы не подумали, будто он хвалит Петра, учителя своего, за его ревность о Христе. Но Петр, кстати, отсек ухо у архиереева раба. Этим указывается на то, что иудеи были люди непослушные, непокорные и невнимательные к Писанию. Иначе, если бы они имели уши внимающие Писание, они не распяли бы Господа славы. И ни другого какого-либо раба поразил Петр, а архиереева. Ибо архиереи первые не слушались Писаний, сделавшись рабами зависти и самолюбия. Когда же он сам восхотел, тогда и предал себя им. Насбудутся пророческие Писания. Исайя, 53 глава. Не пререкая, не вопия, но добровольно последуя за ведущим. Комментарий Игнатия Латкина. Как тогда, так и во все века и ныне те, кто не слушают Писания и не вникают в их таинственный, животворящий смысл, они не могут остаться сторонними наблюдателями того, где появляется проповедь Евангелия. Они делаются первыми гонителями и глушителями истины. Это архиереи и священники, которых Бог не избирал, но они сами назначили себя руководителями и взгромоздились на Моисеевом седалище. Евангелие от Матфея, 23 глава, 2 стих. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Все повторяется заново, но только уже в овечьих одеждах, под пение православных гимнов и типикона. Христос сказал, что весь мир для христиан – волки, а епископы и пресвитеры, которые не будут слушать Слово Божие, лютые, бешеные волки, сто крат опаснее безбольников. Евангелие от Матфея, 10-16. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Деяние, 20 глава, 29 стих. Ибо я знаю, что по отшествиям Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Из слов Евангелия блаженный Феофилакт делает единственно верный вывод, который мы и читаем здесь. И отрицать его православным никак нельзя. Нам нужно только согласиться с этим. Феофилакт не был баптистом. Он православный архиепископ. И слова его приняты всей церковью, как слова хорошие и нужные. Вопросы? Час прошел, можно задавать вопросы любые. Не только по сути. Сергей, у меня вопрос. Пожалуйста. У меня вопрос. В книге пророка Захария в 3-6 главах написано слово, и оно выделено крупными буквами. Слово это отрасль. О ком это говорится? Какое слово еще раз повторите? Отрасль. Нужно прочитать стих полностью. Прочитайте. Третья и шестая глава. Глава и стих. У главы стих есть. Да, тихо. Микрофон включите. Надо просчитать. Когда отрасль называется, то большая буква стоит О. Речь идет о Христе. То есть он происходит из колена Иудина, от иудейского народа, как корень. Обещание, которое Бог давал Абрааму, и еще Адаму давал, что семья будет поражать в голову. Обетование данное еще в раю исполнилось, пришествие Иисуса Христа. Дерево посаженное. То есть мысль дана, а это тысячелетие уже корень от корня. Отрасль. Вот тут и написано, 15 стих. Вот так. Это Иеремия. И в то время возвращу на виду отрасль, правильную, и будет производить суд и правду на земле. Он при жизни не производил, но он будет на престоле славы, когда закончится мировая история. Так и будет. Синоним какого, что оно означает, слово отрасль? Ну, отрасль что означает? Отросток. Отросток. От чего-то отростает, да? От корня идет дальше. От обетования данного Богом. И обетование это касалось Авраама. Хотя, в общем-то, дано было Адаму. Но более уточненное уже дает Давид. Псалтыри. И мы верим, что Христос не русский был, не татарин, а еврей. И из колена Иудина царственного священства. Ясно. Спаси Христос. Слава Христос. Еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Я гляжу на эту фотографию с отцом Геннадием. И никто не подумает, кто она ему приходится. Сколько радости у ней на лице. Она вся сияет буквально. У него-то там много прихожан. А она с ним впервые встретилась. Видите? И видно, что радость эта духовная. Очень хорошая фотография. Игорь Михайлович, а что побудило вас вспомнить о суде? Вот. Файлы скидывали в чат. Ну что? Я говорил, что пришлось мне заблокировать. На меня нападения постоянно идут. Ну, говорится, старого быка, говорит, чем больше бьют, тем кожа, шкура толще. Меня никак нет. Я не, значит, а этот дед, он там столько был. Он сидел, ты знаешь, за что там? За малолеток, там, еще что-то там. И он там под шконкой был. Он там занимался такими-то делами-то. Ну, это, говорится, уже не день, не два, а годы. Но я решил тогда выставить приговор суда. Там больше ни одного слова в приговоре не было. А те, которые говорят-то, ну, он лжец, а отец лжи. Он ему вложил это, и он тянет. А другой, в самом деле, вот я не знал. А он, вон он какой оказался. Вот сейчас один ролик за роликом делает. Вот я там-то, там-то. Учат, где я должен быть, сверху или снизу у женщины. Человек абсолютно бессовестный. Был у нас когда-то в деревне, в общине. И он умалчивает, как он ушел. Это первый крестный ход вокруг его дома сделали, чтобы вымыл Господь этот Ерехон. То есть, беспредельно наглый, нарушал семьи, по чужим женам. И все сознались уже. И он сейчас учит, как правильно обращаться с женщиной. Но жена попросилась, и они встали за стола, и три метра дальше надо было идти. Ну, что могу сказать-то? Я не могу без улыбки уснуть. То есть, он ничем не занимается. Везде изгнанно. Он потерял небо. И понятно, а то что такое? Это синдром демона. Вот зачем, говорит, черти соблазняют людей? Как Лев Толстой пишет-то. Он их чертями называет. Но он погиб бы и один. Нет, он самого маленького, самого дряхлого, самого плюгавенького. Но соблазняют почему? К вам, к вам, сюда. Не мимо куда-то в болото упал, к вам сошел сатана в великой ярости. Ища кого поглотить. Он погиб, но я не один, я за собой еще утащу. Он в этом находит удовольствие. Никак. Я буду уходить, но громко хлопну дверью. А что такое? То есть, сброшу вам на голову атомную бомбу. Вот так. И потом я показал. Ни к чему не призываю, чтобы ознакомились. А потому что эти лжецы от роди дьявола. Синдром падшего демона у них. Они везде узнают, с кем я переписываюсь. Я уже стал писать даже не имена, а буквы одни ставлю-то. Они совершенно сатанелые. Полностью уподобились своим хозяевам, демонам, ДС. Демон сатана. Дьявол сатана. А приговор-то мой какой? Это награда. Выше этого только тогда, когда бы меня распяли, убили. А так я исповедник. А люди-то не знают. О, вот дед-то оказывается какой ухарь-то. Он сидел вот за такие, за такие дела. На один день сделали суд закрытый. А кто-то сказал, почему же? Вчера был открытый надо мной процесс, а теперь закрытый. А милиционер сказал. Сказал, что это когда малолеток насилует, там такое дело. Но та жена-то услышала, у меня, Лиджи Васильевна, там обратилась куда следует, и этого охранника убрали. Он говорит, я не говорил так. Я сказал, когда кого-то судят, вот так закрытый процесс. Бывает. Ну, может быть, и так он сказал. Закрытый. Закрытый они никак не хотели засчитать, за что судили. А там пропаде Ядла Пести, там Рогозина книга, существует ли загробная жизнь, кто сей, ну и прочее. Прекрасные книги, ну протестантские. Дальше письмо патриарха Тихона к свонарком, к Ленину. У меня же все там описано. За что? Я шел открытой тропою. Вот поэтому я выставил, как выставил, послал всем материал этот, кто-то будет говорить, а вы сразу ему и скинете. Это я выписки сделал. У меня на руках это все есть. Вот книга в нашем сайте, книга для Слова Божия не туз. Она буквально из одних документов. Бери и считай. Считай, там все написано. Когда писали, когда обращают прокуратуру, как за эти пленки воевали. Обвинений-то никаких никогда не было. А какие обвинения могут быть? Стихотворение я про Ленина написал. Там четверостишее такое. Стоит своя рота щерепь. По мёду птиц подставил голый череп. Вождь атеистов. Сон меща иуд. И дальше про клуб написал. Стоит громада камней и гранины. Какая там хулия... каньон. Как из зала несется этот селевый поток, всех смывает. Николай, у меня вопрос, Игнать Тихенович. Да. Друг начал читать Библию. Открыл Ветхий Завет сразу же. И вопросы, которые он задает, они прям пугают меня. Потому что он коллекционирует все беззакония и начинает им сочувствовать. То есть говорит, а почему Каинову жертву не принял Бог, а Авеля принял. Я ему говорю, а почему ты не подумаешь, почему Каин не порадовался за Авеля, а взял его и убил. Потом берет там Ананин и Сапфиру. А говорит, а почему их Дух Святого убил? Это что такое-то? Они деньги принесли, а он их убил. Ему начинаешь объяснять, почему это произошло и так далее. А он опять какой-нибудь беззаконий следующее берет. Ничего не хочет слушать. Коллекционирует прям их. И так далее. То есть я прям не знаю, что с ним происходит. Духовное какое-то у него... Потом берет, недавно там начал Осипова слушать, говорит, у протестантов Библия самодостаточная, у православных нет. Что-то там начинает ссылаться. Я говорю, ты можешь прочитать хотя бы сначала просто Библию, а потом уже бегать там, собирать богословие какое-то? Что ты лезешь туда? Ну его вот колбасит просто. Я не знаю даже, что с ним делать. Так, вы и скажете. Он постоянно коллекционирует все вот эти случаи и начинает сыпать вот этими вопросами. Ну вы уже говорили. Так, подождите. Вы уже повторяете не первый раз одно, что он сыпет. А вы-то живой человек. Он заходит в комнату, у вас прекрасный стол накрыт. А он заходит и берет там испражнения свои на стол бросает. А я ему объясняю, дорогой, да это нехорошо. Да ты закрой перед ним дверь-то, выгони его со двора. Один раз ответил два. Вы ответите ему на сто один вопрос. А он ни на грамм не подвигается. Ему это не надо. И он копает и копает, говорит, свиным рылом. Как Есенин написал Демьяну Бедному. Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакевич, перед двором. И здесь. В них не обращайте внимания, зачем он. Вы видите, он не туда забрелся. Сразу его в черный список и все. А вы сейчас зачем? Что помолись о нем. Он снова зайдет, ты снова его выкинь. И ему надоест. Тебе выкидывают, только щелкнуть и все. Не повторяйте никогда, что он приходит, говорит. Повторяю, я заблокировал больше шести с половиной тысяч. Да мало ли, человек на каких грехах споткнулся еще. Что в Библии есть, писали святые божьи человеки, движимые Духом Святым. Есть толкование на это. Иоанн Златоуст толковал. Он не знает и считать не будет. Ему это не надо. И вы зачем перед псами-свиньями сеете жемчуга? Они обратятся и пожрут вас. Как в 6 главе Евангелия от Мафея написано. Никогда не надо отвечать. Ты же сразу определил, ему это и не надо. Он тебя уже захватил, тролль. Тролль это подземный демон из Скандинавии. Вот и ответ весь. Совершенно спокойны будьте. Это должно было? Да. Никогда не отвечайте. Не надо отвечать. Ты определить должен. Первый вопрос, отвечать или не отвечать. Явно он ищет не это. Но бывает, я отвечаю тоже. А вот как вам позвонить там или где книги ваши достать. Ну я тогда внизу напишу. А так, я вижу, не туда он забрел. Забрел. Он начинает сквернословить или подыскивается. Зачем он нужен-то? У него ни имя, ни фамилии, ни потокарцышки. Ничего нету. Сатана. У бесов нет имени. Ник, Аватар. Это все от демонов. Вот придумали. Динаминации, конфессии. Под этими словами кроется одно. Ересь. И никогда эти слова не повторяйте. Какой динаминации? А какой ты ереси относишься? И сразу понятно, ты православный. Написано, слово ваше будет приправлено солью. Солью, чтобы гниль исчезла. Где-то надо рассказывать. А здесь явно видно, что он чужой. Ему это не надо. Каин, Авель. Каин убийца. И Бог видел его сердце. Все на этом кончилось. Один вопрос можно ответить. А еретик его после первого-второго разумления отвращайся. И он грешит, будучи самоосужден. Он приговорил себя. Он самоубийца. А ты с ним разговариваешь. Не прикасайся к одежде, которая осквернена плотью. Одежда это внешнее, что есть. Ты видишь, он какой, как по виду. Возьмите вот журналы, которые даже выпускает. Женщина там переодевается, разные позы принимает. Ни на одной платка нету. Она бывает даже ебкодринная, бывает. Ни одной платка нету. Не молятся. Это значит, он без бороды. А без бороды, значит, он вообще никто. Бог не творил, чтобы без бороды был. Это постигановение на творческую энергию дать. А у него ничего нету. Он не может сделать волос. Он не может сделать, чтобы волос не вылазил. Все время бреется. Даже на этом я захватил и, как говорится, об забор. Аминь, Игнатий Тихонович, это Роман Фройков. Вот у меня тут вопрос такой был в разговоре тоже с одним человеком. Что он видел, как священник никак не отреагировал на мужчину, который убил женщину. Может быть, муж был у нее или не муж. И уехал на машине. Он даже слышал, этот человек, что ему, священнику говорили, вот, смотрите, там бьют женщину. А он говорит, давай, давай, быстрее садись и поехали. Вопрос в чем? Вопрос, Роман, в чем? Что он должен был вмешаться, разнять? Ну, хотя бы, да, я говорю, ну, хотя бы, может, крикнуть там, как бы, показать, что это неправильно. У нас шли два. Один священник, я второго не знаю, кто с Дианисием рядом шел-то. А они убиты, они бросились на них, ему голову там все разбили. И он сколько в больнице лежал. Зачем? Кто вмешивается в чужую? Ссору написано, хватает пса за уши. Собаку за уши схватить чужую. Муж и жена говорят, вот и все. Одна. Пойсти Христос. Не надо, она вышла, это ее муж, они разберутся. У меня брат родной, он от нас через два дома жил, немец. И она русская. Ну, он ее бьет, а он решил заступиться. Заступиться. Он с ним не поправился еще, она взяла лыжину и как, дала ему по башке, брату моему. Вот и все. Она мгновенно за него заступилась. Никогда не вмешивайся. Тот, что священник сделал правильно. Разберутся. А они подерутся и опять вместе. А виной он будешь ты. Еще вопрос у кого есть? А, Игнатий Кривич? Да-да, простите. А, ну вот еще по поводу вот этого вопроса. Ну, хотя бы крикнуть можно? Как вы считаете, в такой ситуации? Ну, а кому крикнуть? Ну, это у мужчиней что-то. Ну, так не делай там, зачем ты там, ну, какие-то... Пускай, пускай делает. Раз на раз исходится. Он, может быть, их знает. Знает, какая она вредная. Она получает свое. Я очень неразумно поступал. На площадке дрались мужики с ножами-то. А я в середину вломился и растащил их. Я совершенно неправильно поступил. А потом они сколько благодарили и жены, и откуда силу Бог дал. Я осознаю, что это неправильно и никого к этому не призываю. Крещать можно. Ну, надо посмотреть, надо ли крещать. Меня бы не было, разобрались они, а я оказался здесь. Это мир, люди, мирские люди. То есть зачем же в одном месте... А их тут рядом, в каждом доме такая обстановка. Детей убивают. Она, может быть, уже 20 абортов сделала, а муж ее вразумляет. Она убийца. А таких-то на 98%, наверное. Так что тут все не так просто. Аминь. К этому можно добавить кое-что? Тут дело в том, что эксперимент такой ставили социальный. Можете в Ютубе найти ролик, где вот женщину ставят и проигрывают такую ситуацию. Ну, искусственно, конечно. Мужчина начинает приставать к ней, там, за волосы таскать, ругать. И в любом месте все это делается, и смотрят, как люди будут, заступаться будут или нет. И две ситуации проигрывают. С мусульманкой, значит, что она в платке вся такая благочестиво одета. И русская простая женщина. И вот за обыкновенных никто не заступается, девушек, я хочу сказать. А вот только за мусульманок в основном все вступаются. Видят, что мусульманка обижают, она благочестиво так одета. Там и русские вступаются, и мусульмане сразу. Это моя сестра, что ты пристаешь. А за вот этих вот наших, которые без платков ходят, даже никто и вступаться не будет. Потому что первая мысль, а может быть она там сама спровоцировала или что-то. Она выглядит даже неблагоговеренно. Я видел этот ролик. Абсолютно правильно говорите. Иди домой. А то нить оборвется. Ещё вопросы, пожалуйста. Я спрошу, Рахиль. У вас получилось с Пельси, это вы ездили в Россию? Ой, нет, ещё я прописаться не могу. Сегодня поехали прописаться. Так, оказывается, там ещё какие-то препоны получаются. Теперь на пятницу перешли, перенесли это. Я понял. А почему ты без платка здесь? Или ты старую фотографию придумала поставить? Платок есть. Да нет, вот на фотографии на твоей тут сейчас смотрел. Да есть, посмотрите внимательно. Кленчатый платок. Ну, это сдвинули. А вот разве не она вот? Вон, вон, вон. Ну, значит, это не она. Тут кто-то другой. Женщина должна быть в платке. Если она без платка, она не молится. Господь так устроит. Я сюда приехала, меня здесь никто не узнаёт. Говорит, ты чё это? Как цыганка. Длинной юбки в платке. Вот так, молодец. Ну, значит, я не на вас. Смотрю, тут женщина, она у неё как ожерелье или ещё это волосы. Я подумал о том. Нет. Слава Богу. Слава Богу за всё. За вас особенно. Да. Молитесь, чтобы у меня всё получилось. Да мы молимся каждый день о вас. Просим о нас молиться. Вот так, Рафиль. Ну, что? Выдохлись все. От прокурора-то, Игорь Тихонович, нету вестей? Никаких? Нету, нету. Никаких вестей нет от прокурора, который добивается, чтобы наши лагерные постройки сломать. Но я думаю, что... Так, думаю, ни на чём пока не основано, что, видимо, ему всё-таки сказали. Кто-то прокуратура, может быть, краевая, потому что за всё лето больше нигде не было. Я благодарю, что он... Молюсь за его обращение к Богу, чтобы стал на евангельский путь. А мы писали то куда? И Путину, и в Думу, и в Медведеву. И отовсюду ответы-то были. Ну, ответы на местную прокуратуру. Видимо, в прокуратуре, я так думаю, может быть, уже это не надо. И сказали, да бросьте зачем, на навозной куче. Даже сломаешь, там ничего не будет, так из навоза торчать будут, балки, ничего нету. 200 лет, и там никогда ничего не было. Ямы, фундаменты заброшены когда-то были. Земли, там море рядом. А это в сельхоз угодья не относится никуда. Ну, просто так. По оговору или как. Там, тем более, музеи теперь сделаны под открытым небом. 9 соток всего на навозной куче. Ни одного квадратного метра сельхоз угодья не занято. Ему зачем? А тут какой-то депутат Терентьев, кажется, справедливая Россия, это все написал. И, видимо, ему там послал. Ну, я так не знаю, ответа нету. Я на него в суд подавал, на прокурора-то. В суд подал. Потому что он пишет неправду, ну, тогда, по тогдашнему первому. Ну, и дай Бог, чтобы ничего дальше не было. Я заранее благодарю и благодарю Бога. Лет это прошло, ничего не сделали. А он настаивал на то, чтобы председатель Совета, к которому относится Потеряевка, прислала бульдозер там, и все, и что, сломались, свалили. Ну, а мы с ней встретились. Ее звать Людмила Алексеевна Трушакова. Она говорит, у меня бульдозера нет и никогда делать этого не буду. Меня бабушка моя учила добро делать, а не ломать что-то. И она к нам приехала. Ну, такая женщина прямо интересная. Везде была. И на костре, где у нас костер, и в келье заходила. И даже со мной залезла на мою голубятню посмотреть голубей. Так что ее звать Людмила, просите, чтобы ее... Нет, а он уже там какие-то, ею как строгие слова стал говорить. Писать. Ну, Бог нас защитил. Все молятся, и мы молимся. У нас к нему ни ненависти к прокурору нет. Вот. Максим звать его. К у кого сердце расположен, помолитесь, чтобы ему Бог открыл евангельскую истину добра и мира. Притом это ничего нет. Когда мне давали там 3 гектара на 10 лет, так давали это не для того, чтобы ломать. А я не взял ни одного квадратного метра, а на кучи. На навозной. Разровняли ведрами ребятишки там. На навозной куче. А рядом эти фермы были. Оттуда, вот сюда, бульдозером, все время сгребали. Там ничего нет, кроме крапивы и конопли. И вокруг мы посадили 62 дерева еще. Там оазис такой. Так что Господь милостивый пока сохраняет. Ну а дальше еще сказать. Как Богу угодно. Напрасно бодрствует страж. Если Господь не охранит. Игнатий Тихонович, это Роман Фройков. А уже зарегистрировали как музей? Нет, не зарегистрировали. Это очень непросто. У нас нет... Земля это потеряевки относятся-то. А они там где-то собрались. Земля все по закону. Документы на это есть. И 370 гектар. А они оставили там, кажется, под деревню. Сколько там? Ну 15 дворов построено. Дальше не дают. Сломаем. Ну то есть безумие полное. От нас за 2 километра железная дорога. А они в плане нарисовали, она посреди улицы нашей проходит. Дорога-то. Ну и вот она, дорога. Рядом поезда-то идут. 2 километра. А чтобы нам сделать, которые земли нам, получается, они за железной дороги. А там какие-то накладки. Ну мы можем план переделать. Конечно, неправильно. Ну что неправильно-то? Ну только за это надо 150 тысяч, чтобы они взяли. Ну это... Это даже нельзя представить, что такое безумие делается. А на эту землю-то мне должны документы дать. В аренду. А она внутри деревни. Лагерь-то. Там никак нельзя сказать, что там мы потом взяли-то. И никак. Ни под каким видом. Вот если бы у вас был тут свинарник строили, можно. Если бы там какой-то сарай, можно. Но лагерь... А лагерь и музей нельзя. Лагерь и музей нельзя. Это такое... У них есть такой пункт. Видишь как? То есть поросята дороже, чем ребята. Здравствуйте, братья. Добрый день. Кто? Представьтесь, откуда вы? Я Виталий. Из Петрозаводска. Столица Карелия. Православный христианин. Не обидно, слышно? Да, говорите. Что хотели узнать? Просто приятно с вами общаться. Смотрите ваши видео, Игнатий Тикенович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное... Если у вас наших ресурсов нету, сайт, форум, мой мир, то я могу сейчас скинуть вас. Найти-то вас фамилии-то как? Я уже добавлен у вас в моем мире, Виталий Мелехин, вот так же, как я написал. Ага. Ну, а вы наш канал знаете? Да, знаю ваш канал. Ну, вот я сегодня в моем мире 1400 фотографий выставил. Теперь 22400. Ну, хорошо. Вот как-то это инстаграм, как-то это называют? Срам. Инстаграм. Ну, туда один нашелся, тут добрый человек, и он говорит, выставлять фотографии ваши. Мне надо, чтобы научили меня, как под фотографией написать, чтобы эта надпись внизу фотографии была, не отрывалась, когда фотографию где-то перекидываешь. Как это сделать? Ну, не знаю, как. Я в инстаграме не шарю сам. Ну, представьте, 22 тысячи фотографий, много плейлистов, там все есть. Мы не просто за столом сидим, как вот когда показывают священники, его больше не выйдешь нигде, он за столом и в храме. А мы все показываем. И беседы... Да, у вас все открыто. Да, у нас 12 940 луроликов. Жалко, что мне до вас далеко добираться, так бы к вам приехал бы, если бы можно было бы. Ну, посмотрим. Без разрешения категорически запрещается. И то только в летний период. В июне месяце там где. Ну, если все, то все, отходим давайте. Простимся. Да. Мы провели хорошо время. Так. Достойная стекла истинно, блажей Тетя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашим, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ерафим, без истинья Бога слава рожьую, сущую Богородицу Те величайя. Игнатий Хочмарич. Милосердный Создатель наш, любящий Небесный Отец, мы просим Тебя, прими нашу молитву во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за наши грехи. Продли мир нашей стране, ищи дары мир Израилю, Россию, Украине и Сирии. Научи нас видеть нуждающихся по западе Твоей, с чем мы можем помочь им. И распусти нас миром, и добрые слова сохрани в сердцах наших. Да мы могли принести обильные плоды в Духе Святом, с любовью, во славу Твоего имени. Аллилуйя. Аминь. 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 Иначе тихо.